всем здравствуйте доброго дня я с радостью приветствую вас в нашем эфире сегодня он посвящен новому продукту такому долгожданному это два новых скульптурных геля это близ гель и призм гель сегодня мы с ним поработаем расскажу особенности в работе ну и поотвечаю классические поотвечаю на ваши вопросы здравствуйте всем девочки приветствую всех кто присоединяется очень ждали мы эти продукты гели потрясающие классные я очень рада что они вышли именно вот к новому году особенно актуальны они на мой взгляд сейчас упростят время работы мастера идеально подойдут как основа под дизайны первый гель это близ гель это скульптурный камуфлирующий гель который в составе в своем имеет декоративные элементы такой разный шиммер очень нежно получается очень красиво и классно сочетается уже как готовый вариант под в качестве подложки именно под выполнение дизайна что актуально к новому году для работы мастером можно сделать очень красивые ногти при этом не затратив на это очень много времени и следующий гель это призм гель он имеет прозрачную основу и потрясающе красивые разноцветные декоративные элементы в своем составе они достаточно такие меленькие переливаются сияет ну в общем очень красивые что касается по скажем так назначение это скульптурный гель который предназначен для моделирования для укрепления натуральных ногтей для наращивания но для самостоятельного удлинения свободного края мы этот гель не используем то сделаем более жесткую подложку и уже скульптуру архитектуру выстраиваем что касается вязкости я бы сказала что она средняя они если пользуетесь нашими нудами пинками пал пинг dark pink если сравнивать они можно сказать что не более густые но при этом у них очень все-таки комфортная текстура они хорошо моделируются самовыравниваются гель не течет то есть очень очень удобен в работе сегодня в рамках нашего эфира я смоделирую один ноготок одним из продуктов возьму один гель далее у меня в контакте будет эфир то есть я двумя разными продуктами поработаю видите кажется что он густенький но очень комфортно в работе то есть для мастеров которым которые любят чуть-чуть погуще это вот будет прям супер идеальный супер идеальный вариант так но сейчас призму я возьму поработаю призмой и потом добавим уже новогодними декорациями потому что праздник нам приходит мы уже готовимся планомерно давай ручку я подготовила пальчик модели прошла аппаратную обработку сделала убрала чрезмерную длину свободного края подготовила ноготь к постановке форму первую очередь я использую евро клинсер предназначен он для обезжиривания ногтевой пластины обезжириваем и так как я немного проходила кутикул ремоуер пользовалась для того чтобы убрать остатки эпидермального опила после аппаратной обработки в связи с этим я буду использовать nail prep это дегидратант препарат который позволяет убрать остатки влаги масел из натуральной ногтевой пластины тян как водичка ему нужно дать немножечко времени чтобы он испарился на воздухе и после этого можно приступать к дальнейшей работе гели у нас скульптурные гели жесткие это жесткая нерастворимая гелевая система соответственно работаем и как в классическом моделировании гелевом то есть мы используем грунтовочный препарат обязательно это ультрабонд грунтовка праймер он создает дисперсионный слой на поверхности ногтевой пластины он также испаряется на воздухе наносится тоненьким слоем видите легкий легкий такой оттенок такая зажирненность некоторая получается сильно много раз наносить его не нужно тоненько без нахлёстов на всю поверхность ногтевой пластины с отступом от кутикулы и боковых валиков далее следующим этапом я буду использовать супербонд это базовое покрытие под классическую гелевую систему жесткую нерастворимую супербонд обеспечивает качественное прикрепление материала к натуральной ногтевой пластине я счищаю во флакон возвращаю большое количество материала на кисточке так как кисть достаточно объемно и стараюсь нанести супербонд с отступом также от кутикулы такими тонкими даже втирающими вбивающими движениями сильно большой слой не нужен равномерно распределяю по боковой поверхности выравниваю также не касаясь кожи с одной стороны и аналогичным образом прохожу с другой стороны покрыли базовое покрытие выполнили и отправляем ноготок на просушку супербонд также можно использовать и бейс гель из гель лаковой системы я всегда об этом говорю можно и так и так в случае если у клиента очень сильно влажные ногти травмированная перепиленная у бейс геля из гель лаковой системы очень хорошая адгезия и его тоже можно использовать в качестве базового подкрыть покрытие под жесткие скульптурные гели далее мы будем устанавливать форму форма у нас одноразовая форма имеет липкую основу достаточно большую длину излишки удлинения я убираю так как моделировать буду просто салонную салонный миндаль снимаю форму с липкая основа видите липкая прям к перчаткам сильно старайтесь не прижимать потому что липнет она у нас очень очень сильно подклеиваю окошечко вот это для жесткости форму верхние боковые части разрезаю по линии перфорации сначала форму нужно примерить я уже сделала выводы при аппаратной обработке что у моей модели один ногтевой в рост гораздо выше другого и скорее всего у меня форму упрется в линии гиппанихия и окошечко формы нужно будет подрезать для того чтобы форму могли мы корректно установить но мы для начала попробуем ведь это о чем я говорила в центре уперлась а там где в рост ногтевой выше у меня там образуется зазор конечно мы этого не допускаем и для этих целей на гелевые типсы делали да и для этих целей я окошечко формы подрезаю на гелевые типсы можно абсолютно любой скульптурный гель по поверхности использовать речь идет о гелевых типсах с короткой контактной зоны подрезала форму скручиваю в поперечном изгибе вставляю в центре вставляю под уголочки и серединку серединку приподнимаю чтобы форма у меня плотно прилегала к ногтевой пластине и не образовывалась ни ступени не зазоров разворачиваю пальчик на бок склеиваю следующим этапом нижние боковые части а при этом контролирую обязательно смотрю в торец контролирую капельку выполняю заужение формы зауживаю я от ногтевых ростов и к носику формы плавненько плавненько заужаем контролирую по боковой оси разворачиваю смотрю при моделировании миндалевидных ногтей формы должна чуть-чуть легким незначительным наклоном устанавливаться в легкий в легкий наклон так сейчас из кадра выйду для того чтобы развернуть ручку и подтянуть форму потому что у нас пальчики зачастую уходят в ту или иную сторону до некоторая деформация естественно присутствует форму поджали проконтролировали я в носик посмотрела все у меня четко все ровно и дальше я могу приступать к выполнению подложки в качестве подложки я буду использовать прозрачный скульптурный гель монофас так сейчас секундочку можно ли акригелем а потом смоделировать конечно конечно вы можете смоделировать здесь главный момент заключается в том что близ гель это скульптурный гель для выстраивания архитектуры по поверхности он достаточно гибкий для чего гибкость нам это нужно для того чтобы он очень хорошо стоял в зоне кутикулы не давал отслоек поэтому на свободный край мы его не рекомендуем использовать именно за счет гибкости то есть свободным краем вы можете пользоваться монофасом клером любовь любым видом акригеля материалом более жестким по поверхности уже работать скульптурой с красивым шиммером с красивыми декоративными элементами сочетаться он будет абсолютно с любым жестким материалом в зоне свободного края я набираю капельку монофас геля выкладываю на форму моделирую длину четверочка монофас тоненьким слоем даже многовато взяла выкладываю фактически стык стык по боковым по боковым поверхностям по ребрышкам жесткости боковым на форме я немножечко даю запас на опил для того чтобы мне было из чего открыть ребра жесткости придать форму свободному краю необходимую таким тоненьким слоем кисточкой подтягиваем выложили подложку особо на поверхность ногтевой пластины я не захожу только немножечко на торец немножечко на поверхность свободного края выложили удлинение монофас абсолютно стекловидно абсолютно прозрачно его на подложке не очень хорошо видно только по блику можно определить его границы сушу монофас мне больше не понадобится я его убираю и и сейчас мы будем работать с вами призм гель еще раз повторяюсь для тех кто только присоединился к нашему эфиру это скульптурный гель скульптурный у него прозрачная основа и в составе присутствуют декоративные элементы такого разного цветового спектра очень насыщенный красивый блестящий очень классно смотрится как под глянцевым покрытием по суше еще так и в исполнении матовым является хорошей основой декоративной для выполнения уже дизайна то есть вы фактически моделируете у вас готова готовый ноготь уже с тем что можно не покрывать цветом дальше исключить этап цветного покрытия и можно уже выполнять будет декорирование по вязкости еще раз давайте обсудим посмотрим на первый взгляд кажется что он густоват в сравнении с там софт нудом или софт пинком из нашей линейки но при этом он очень хорошо сама выравнивается идеально моделируется получается красивый ровный блик и очень удобен и комфортен в работе так ну что у нас высохла посмотрим форму у нас форма у нас отходит от свободного края я ее сразу сниму форма очень липкая да как вы видите прям прилипает очень хорошо вот она наше удлинение которое мы выстроили запасом видите по бокам запасы на опил и сверху мы уже можем выстраивать архитектуру я набираю небольшую капельку призм геля выгрожаю ее в центре так как в центре у меня максимальная толщина видите капелька даже стоит классный материал очень не полюбился он и на этапе тестирования нашего и уже на этапе работы такой очень очень классный очень нарядный получается вариант и несмотря на то что у него прозрачная основа то есть сам скульптурный гель прозрачный получается все равно достаточно красиво и на мой взгляд натурально даже линия гиппанихия при этом не сильно будет бросаться в глаза выложила на поверхность можно перевернуть центровать посмотреть центральный продольный изгиб удлинение делала для тех кто пропустил монофазом монофаз прозрачный скульптурный гель почему монофазом в сравнении вот с нашими новинками с призм гелем монофаз более жесткий именно поэтому использовала его в качестве удлинения набираю еще небольшое количество и начинаю выстраивать в продольном изгибе эти очень очень комфортно он поддается идет по направлению за кистью за моей не стекает никуда не девается здесь сбоку сейчас подтяну немножечко вылезла дополню переворачиваю также с центрового в общем то можно работать и без опила тоже хорошо выстраивается выкладывается еще раз смотрю в продольный изгиб перевернутом положении немножечко подтягиваю в центр наполнение уже можем отправлять отправлять ноготок просушивать смотрю сейчас центр переворачиваю на бочок для того чтобы максимально максимально распределить сша новинки у нас две сейчас мы выкладку и выполняли призмой призм гель также еще вторая новинка это гель близ он розовый непрозрачный здесь культурный гель плотно пигментированы и также в своем составе он имеет шиммер розовый золотой где-то даже частички бронзовые присутствуют тоже очень красивый материал максимально нежное получается моделирование натуральный розовый цвет хорошо сочетается с большим количеством оттенков кожи да и для более смуглых и для белокожих очень хорошо не холодит он в общем классный классный материал два этих геля доступны в вариациях 15 грамм 15-граммовые уже есть они и на сайте и у дистрибуторов по городам стоимость 1200 рублей данного продукта гель скульптурный гель достаточно гибкий очень хорошо стоит в зоне кутикул не дает от слоек после полимеризации я обезжириваю и уже придаю форму свободного края выполняю опил и по поверхности в том числе и по свободному краю начинаем опил мы торца нам необходимо открыть сейчас отодвинем 2 сторону нам необходимо открыть толщину торца работаю я пилочкой для искусственных ногтей абразивностью пилочки 100 на 180 единиц обязательно контролирую боковые параллели смотрю в торец смотрю на толщину сейчас пилочку завела снизу потому что я выкладывала на форме запасы на разворачиваю сейчас разверну посмотрю на ноготок чтобы не уходил в ту или иную сторону пилиться достаточно мягко видите даже пилочку сейчас перевернула более мягкой стороной выложили мы максимально аккуратно то есть особо нам тут пилить много и не нужно что я сейчас делаю я по свободному краю ориентируюсь от толщины торца выравниваю толщину торца по поверхности нам просто нужно легонечко снять будет блеск красиво материал смотрится как в матовом так и в глянцевом варианте по торцу опилила сейчас перехожу на поверхность в зоне кутикулы ложится достаточно тонко нет никаких ступеней нет никаких возвышенности таких активных поэтому агрессивного опила именно в зоне кутикулы не требует можно просто легонечко пройти пилочкой и потом доработать именно снять блеск доработать шлифовщиком бачка допиливаю здесь в зоне в рост обязательно контролируем место стыка формы и натуральной ногтевой пластины без давления совершенно пилю просто для того чтобы убрать убрать блеск опять переходя к другому ногтевому в росту я также завожу пилочку и также контролирую место стыка формы и натурального ногтя линия свободного края должна являться прямым продолжением боковой линии натурального ногтя то есть не должно быть там никаких зазоров зазубрин все должно быть чистенько и аккуратно опять-таки развернула ноготок вторец посмотрела слегка убрала с боковой поверхности я смотрю вторец у меня боковые поверхности при взгляде в торец должны быть абсолютно симметричными иметь одинаковую толщину это вот такой залог скажем правильной классической архитектуры искусственного ногтя по боковой поверхности я разворачиваю смотрю плавный подъем и плавный спуск свободному краю сразу мне открывается немножечко вот здесь толщина торца которую я немножечко подтягиваю в общем-то так api у нас готов то есть какого-то супер агрессивного опила здесь нам не нужно гель выкладывается максимально чисто максимально аккуратно далее мы можем уже брать шлифовщик шлифовщик также 100 на 180 единиц выполняем шлифовку по поверхности еще раз ставлю акцент на том что данным продуктом можно в общем-то работать совершенно спокойно и без опила тогда нам нужно выполнить удлинение свободного края сразу придать форму этому удлинению можно опилить уже без опила по поверхности работать призм гелем то есть это такой будет вообще абсолютно экспресс вариант при этом актуальный на сегодняшний день в преддверии новогодних праздников очень удобно потому что клиента я абсолютно уверена что всех уже забита запись клиенты сейчас будут активно и записываться и просится там пожалуйста запишите мне какие-то окошки то есть вариант такой очень очень удачный как по цветовому сочетанию так и по удобству именно касаемо в работе можно хорошую скорость мастеру взять обезжириваю поверхность убираю излишки опила если есть необходимость вы можете взять и доработать например пройти кутикулу римовером доработать там по маникюру если вы это делаете у нас такой необходимости нет красиво смотрится как в глянцевом варианте так и в матовом очень красиво разного диаметра частички в хаотичном порядке выкладываются красиво смотрится с внутренней стороны также получается максимально аккуратно пил убираем все переливается все блестит в общем к новому году просто огонь мы можем выполнить дизайн сейчас по поверхности я буду пользоваться на илк ростом 5d такие красивые очень объемные они мне конечно больше нравятся в матовом варианте именно в исполнении с топом белье также они доступны по стоимости на илк рост и 180 шармикон и 170 рублей стоимость они есть и на сайте также и у представителей можно посочетать эти варианты юля дашь мне водички единственное смотрите когда вы с 5d шичками работаете а вот розовая обязательно растворять и в горячей воде посмотрите как вообще ощущение праздника очень красивая не просто безумно нравится я думаю что мы сейчас коньки сделаем такое вот ощущение что не висят на ниточке когда работаете с ними растворять и в горячей воде чтобы он хорошо ложился не топоршился я все-таки рекомендую работать с горячей водой вырезаю понравившийся мне элемент можно сочетать ну давай сейчас еще вот эту наверно веточку голубую возьмем если она нам в тему будет мы тоже ее используем кайф видите кайф геля кайф в том что не нужно покрывать светом не нужно тратить время то есть это время свое драгоценное можно потратить на то же самое там выполнение дизайна мне понадобится слайдер топ мне понадобится слайдер так мне понадобится the class для того чтобы зафиксировать шермикон нужно глянцевая поверхность поэтому мы сначала я думаю что нанесем знаете так адресно я нанесу топ т класс я не люблю излишнюю толщину смотрите как блестит классно видите просто под т классом огонь получается нанесу адресно для того чтобы посушим для того чтобы шермикон зафиксировать на глянцевую поверхность излишнее утолщение на ногти делать не буду поэтому только частично так пинцет красиво очень нежно очень гармонично такие красивые оттенки у нас в линейке не было таких продуктов и очень я рада что они появились потому что действительно уже наскучили просто гели просто скульптура вот а здесь такой вариант творческий можно поработать выполнить витражное моделирование посочетать также с выкладными френчами очень классно смотрится это у нас призм гель призм гель и близ гель имеет красивый розовый непрозрачный оттенок то есть это плотный скульптурный гель плотно пигментированный призма имеет прозрачную основу и цветные декоративные элементы внутри так ноготок подсох давай добавим шерми кончик добавляю шермикон сознательно примерно располагаю его в районе линии гиппанихия я это делаю для того чтобы снивелировать отрастание натурального ногтя закрепила шермикон теклас сверху я перекрываю уже полностью весь ноготок слайдер топом для того чтобы декоративные элементы распределить слайдер топом перекрываем равномерно по всей поверхности шермик он конечно же имеет утолщение да он определенную толщину имеет поэтому публику вы можете посмотреть и даже на этом этапе слайдер топом немножечко выровнять поверхность чтобы она была чтобы она была ровной комфортно для дальнейшей работы немножко вылезла суша 30 секунд я подсушиваю 30 секунд в горячую воду опускаю нашу декорацию не знаю буду пользоваться ли веточка или нет сейчас посмотрим тоже взяла такие не яркие не самый яркий элемент здесь вот снегирь есть такой достаточно яркий вот эти веточки тоже классно смотрятся новогодние декорации конечно добавляют нам ощущение грядущих новогодних праздников и выходных но перед ними придется всем поработать до для мастеров вот таким образом здесь я немножечко захожу на надпись распределяю излишки излишки убираю ножницами так чтобы я могла завести под кутикулу часть декорации и конечно же девочки в этом случае я буду перекрывать это все топом вельвет максимально распределяю перед покрытием топом прохожу с ультрабондом буквально в одно движение беру топ вельвет и выполняю финишное покрытие смотрите когда стоп вельветом работаю и с вот этими 5 дешевыми декорациями излишки именно с непосредственно самой декорацией я всегда убираю кисточка не есть такая дежурная скажем кисточка которой я не пользуюсь линя рачка я просто выравниваю подвожу вот в зоне кутикулы контролирую по бокам и уже старенькой кисточкой непосредственно с самой декорации излишки топа я убираю для того чтобы у меня сохранился вот этот объем он конечно особый шарм придает то есть это не просто скажем так взяли и залили сверху перекрыли топом а именно выделили выделили фактуру выделили объем и проконтролировали убрали там где у вас что-то вылезло вот таким образом подсушиваем в матовом варианте мне очень нравится как они смотрятся если вы хотите прям блеск и сияние софитов то конечно это либо топ ультрашайн веточку уже не стала крепить топ ультрашайн для супер глянцевого блеска я использовала топ вельвет сейчас так как хочу сделать ноготок матовым чтобы подчеркнуть объем наших 5d декорации но мы 30 секунд сейчас просушили где у меня призму посмотрите какая милота получилась очень очень симпатичный объемный вот такой дизайн что этот на подложке там сияет через матовый топ это все равно видно абсолютно снивелирована граница линии гипонихия то есть натуральный ноготь не так читается на мой взгляд смотрится максимально натурально нежно и новогодний праздничную в общем я в восторге от этого материала 15 граммовый объем представлен он в 15 граммах стоимость 1200 рублей есть на сайте и у дистрибуторов по городам можете этот материал приобрести обязательно для удлинения используйте более жесткий материал в качестве подложки так что вот так у нас получилось эфир мы обязательно сохраняем если у вас остались какие-то вопросы можете писать в комментариях задавать обязательно ответим рада была всех видеть всем спасибо большое за внимание всем хорошего дня до свидания